Нет подписчиков. Прямой эфир. О, вот и вышла. Иза вышла. Альше вышла. И кто-то ещё. Здравствуйте, мои дорогие. Всех поздравляю с субботним хорошим днём. И чтобы он всё был хороший и радостный, дорогие мои. Слушайте, мне иногда пишут. Значит, увидят мою фотографию какую-то. Говорят, кто эта женщина? Вот я думаю, ну там же написано, кто я и что. И зачем вот надо? Лёвочка, здравствуй, мой красавец. Лёва, красавец. Здравствуй, хорошая. У меня Маша ушла за селёдкой. И я жду селёдку дома с удовольствием. Хочу тоже поесть. Тяжу в своей роскошной пижаме, кружелье. Спасибо большое. А за что, не знаю. Ну, всех с наступающим. Эдуардовна. Вот Эдуардовну знаю. Многие знают. Наташенька, вот 76. Моя дорогая. Вы знаете, вы мама самая... Ну, не самая. Золушка. Ну, не самая. Вот она нам цветочки хорошие прислала. Натали. Бутик Декор. Очень красивые цветочки прислала. Розовые. А у нас, смотрите, какая такая тоже кардиночка и шикарная. Вот Бутик Декор какая-то тоже. Вот, смотрите. С шариками, с такими красивыми. Как вот новогодняя такая. Вот шар я вам всем повесила, чтобы у вас всех радостно было и красиво, мои дорогие. Так, присоединился еще. Кто-то присоединился. Вы моя любимая, Галина Буракова. Галина Буракова. Спасибо, Галочка. Спасибо, дорогая. Вот еще присоединился. Я не всех могу иногда прочитать, но мне очень приятно, что вы присоединяетесь, что я вот... Очень приятно. Хотела шарик убрать. Ну, убрать или не убрать? Или оставить вам веточку с шариком? Вот так, как вы хотите. Волочку покажу. Вот тут я вижу, кого. Анастасия. Да. Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер. Ну вот. Видите как? Ой, сколько мне прислали сердечек хороших, цветочков, рожиц улыбающихся. Ирина. Ирина. Спасибо, что я милая. Спасибо. Да вот вы спросили. Извини, мамуль, я тебя потревожу. Мамулечка моя, мамулечка. Булочка моя. Булочка. Вот она. Вот. Красавец. Красавец. Хороший. Вы знаете, мне сегодня написали. Ручку убрал. Ой, вот я тебя убрал. Ложись, ложись. Все, ложись. Ложись, булочка, ложись. Виктория. Натали. Копик. Ну, вот понимаете, лебедево сердечки прислал. Слушайте, как хорошо Буракова. Вот тоже, Галиночка. Картошечку варите? Нет. Картошки нет. Вот знаете, вот что надо было. Боже мой. Ну, конечно, она не догадается. Нет. Она не догадается. И я сейчас, вот в вашем эфире, понимаете, если кто-то знал, там, где надо, чтобы написать ей, чтобы она купила картошечку. Ну, конечно, она, Маша-то не... Господи, Маша. Она же... Купите эту. И мне молока я просила. Поддержка. У меня была очень мягкая кожа. Мне, восьми, случилось осознание по поводу моей жизни после руки. Ой, как и Элла... Элла... Элла Леуева. Золотко. Ну, спасибо большое. Вот это очень хорошо бы. Поддержку у меня была очень... Вообще у Машки такая мужская рука. Она бывает очень мягкая, когда она меня обнимает, вот, целует. Любочка, привет. А Маша пошла за селедкой, да. Вот все уже знают, вот, четыре семерки и Анжелика, да. Вы знаете, иногда это плохо, когда мы такие открытые, хорошие. Иногда это бывает. Всем добра и позитива, Натали. Молодец. Декор. Натали, бутик, декор. Молодец. Вот это не надо. Натали, бутик, декор. Да. У нас другой. У нас, знаете, от кого? Бутик цветов Фалина Шоп. Или только такое, что-то такое. Пусть Новый год принесет побольше радости. Да, всем радости, всем всего хорошего, мои дорогие. Всем желаю добра. Привет, Белорусси. Огромный привет. А тут же штрих Маша, с которым пыталась построить «Любовь на доме-2». Штрих Андрей. Он же... Да, штрих. Ну, я забыла какую-нибудь фамилию. Так и знала, как они играли. Так и знала их, мои хорошие. Да, и моя тоже, Наташенька. Красным нельзя украшать? А почему? А, быка травить нельзя. Все. Вот так вот. Вот вы сказали? Вы думаете, вы зря мне сказали? Раз. И два. Вы знаете, а какой год? Быка у нас или какой? Все. Смотрите-ка. Спасибо, что сказали. Вы знаете, я такой человек. Я верю. Не спрашиваю гадалок. Мы с Машей тоже звоним, бывает. Спрашиваем, как дела и что. А, потому что сегодня даже Маша в ТикТоке будет со мной. Я забыла, просто забыла, никакой. Ну, вот Машенька в ТикТок выйдет с ней. И она тоже, наверное, будет что-то говорить. Вот имейте в виду. А, по-моему, 28-го у нее с Настей вот так вот что-то такое. Натали. Да, где Маша? Покажите елочку с наступающим. Елочка? Это у меня не елочка. Вот у меня. Вот очень красивая такая корзиночка. Вот. Видите? Очень красивая корзиночка. Из Израиля. Добрый день, Лена. Добрый день. Вы знаете, я вам так скажу. Вот меня какая-то Анастасия спрашивает. Я вам расскажу. Ну, мы ее видели, эту Наташеньку, последний раз. Мы встречались когда-то. Мы ее встретили. Мы с Машей гуляли в парке Горького. И встретили. Мы пообнимались, так поцеловались. И больше после этого как бы и не встречались, знаете. Все. Уже больше не встречались. Ну, она очень хорошая девочка. Ее надо вспомнить очень хорошо. Уже больше не тревожить память о ней. Потому что вот я не могу, честно говоря, не могу я вспоминать. Мне очень это как бы не хочется. Потому что вот для меня она осталась светлой, очень хорошей девочкой. Пусть так и останется. И не надо тревожить уже память. Мы уже помянули ее вчера. Прямо вот вчера помянули. Да. И все. Поэтому не надо тревожить, ребятки. Здравствуйте из Саврополя. С Саврополя, привет. Любые у вас. Лук есть? Маш, лука нет. Причем выбери, потрогай. Он бывает такой гнилой немножко. Потрогай, чтобы тверденький был. Плоский. Купи луковички три. Машенька, купи еще знаешь чего? Вот так, купи селедочки. А, картошки мне сказали, что мы сварили картошки к селедочке. Твои или мои подписчики подсказали. Машулечка. Пишу вам с Киева. Ой, Людмила. Колтун. И вам Киеву привет, и вам большой привет. Привет, Машенька, здесь. Да, Лерусь, здесь. Да, да. Вы знаете, я вот сейчас думаю... Лапочки мои. А вы меня слушаете вообще, когда я говорю или нет? Мне кажется, он мне отключен. Вот, смотрю. Я думаю, вдруг у меня отключен этот звук, и меня не слышно. Люблю вас, пишет. Вот, а, ой, все. Вы знаете, у меня Маша говорит, мам, ты читаешь позавчерашние сообщения? Извините, я перемотаю. Или... А, металлический бык. Бык не видит цвета, он на движение реагирует. Ну... Света Надежненька. Света Надежненька. Спасибо. Вот вы мне написали, лук-бор. Спасибо. И вот, Светочки, спасибо. И всем спасибо. Здравствуйте. Наташенька. Да бы их не видеть витал, на движение реагирует. Вы очень хорошая мама. Здоровья и вам тоже, дорогая. Год быка. А вот шлюп сердечки красный, значит, слушайте, Галиночка, посмотрите. Как телефон называется? Какой мой? Да кто его знает, как он называется? Я не знаю. Металлический бык. А-а-а. Год стального быка. Год быка наступит в феврале только. Вы знаете, Анастасия, вы когда говорите в Самару? Вообще не знаю. Если честно, мы не знаем, где будем встречать, когда, куда поедем. Вот как-то так никак не можем определиться, дорогая моя. Никак. Ну, извини. Бог пустует в свои права в феврале. Дальше. Я написала Маше по поводу картошки. Спасибо, Наташка. Наташа. 0,3. Спасибо. Маш, купи картошку и масло. Масло есть. Ой, масло есть. У меня лично Новый год ассоциируется. Холодец, оливье. Раньше я всегда делала заливную рыбку. Знаете, какую? Я покупала судака. Очищала от костей. Всё. Варила из этих косточек с лучком, с лаврушечкой, с перчиком. Варила бульончик. Потом клала туда уже заранее порционно нарезанные вот такими. Ну, такие кусочки судака. Для мужа делала голову обязательно. Он очень голову любил. Любит. Почему любил? Любит голову. Ну, ему, наверное, делает эту голову. И вот он с удовольствием всегда эту голову ел. Как-то мы недавно сделали. Я сама эту голову уже здесь съела. Ну, племянника делали когда-то. Вы знаете, что? Ну, вот вы опять меня спрашиваете. Я не хочу ничего уже говорить. Уже никем не была. Просто... Ну, просто уже не была. Они уже давно расстались. Лапочки. У них уже давно расстались. Поэтому никем не была. С наступающим Новым годом. Здоровья. Всех благ. Спасибо большое. Привет. Все печали останутся позади. Спасибо, дорогие. С наступающим. С наступающим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Я уже ответила. Лук Ялтинский. А про это я уже ответила. Вообще, вы знаете, я не хочу тревожить уже человека. Понимаете, когда человек умер, уже не надо тревожить. Так говорил, знаете, еще свекор моей сестры. И когда у меня папочка умер. Ну, вы знаете, я вам так скажу. Ну, мы ничего знать не узнаем. И я не хочу ничего знать. Я просто уже человека... Я попрощалась. Я поплакала, попрощалась. И Маш тоже. И все. И все. И все. Что за цвет волос вы знаете? Я покрасилась цветом. Называется... Ужас. Он называется палет. Палет. Какой-то жемчужный. И какой-то светлый Маша сказала. Вот я купила. Я стала белая. Ой, желтая. Желтая, желтая. А потом я стала Машиным каким-то мазать. Знаете, такой синий какой-то. Фиолетовый. Возьму на руки, так размажу себе. Сделаю и посушу. И тогда желтизна пропадает. Ну, что будет, когда? Добрый день. Я вас очень люблю. У меня есть проблема. Алкоголь. Прошу совета. Не знаю, что делать. Крис. Ну, я не знаю, какая у вас проблема. Если... Сильная проблема. Прямо не можете и каждый день пьете. А если вы иногда винца красного выпьете, ничего в этом, никакой проблемы нет. Ну, главное, чтобы каждый день... Ты что? А? Иди ко мне сюда. И не переживай. Ну, если действительно проблема, надо идти. Просто идти, сделать... Вы знаете, я в театре, когда работала, у нас был один... Ну, он такой занимал пост. И вот он очень много пил. И время от времени, когда он входил в забой, его прям директор наш, Асовский, светлая ему память. Он брал этого и этому, светлая память. Он брал их, его отвозил в больницу. Ему там делали переливание крови, ставили... Не переливание крови, а системы ставили, обновляли, обновляли. И он прям держался потом очень долго. Может быть, вам сделать вот эти вот, как это назвать, системы такие. Вы знаете, она уже ушла из магазина, поэтому вот не знаю, как даже встретиться вам с ней. Лапочка. Не знаю. Так, слышим, слышим. А что слышим? А, слышно, да? Алтайский край перед... И Алтай, привет. Вы уже меня сто раз спросили. Я вам уже сказала. Когда-то, когда-то Наташенька встречалась с ним. Уже не встречается давно. Уже давно не встречалась. У нее была своя жизнь, про которую мы и знать ничего не знаем просто. И брат не знает. Ну, мы не знаем абсолютно ничего, лапочки мои. Поэтому я вам сказала, когда-то Наташенька с ним встречалась оттуда, и Маша ее знала. А теперь мы и не встречались, и уже ничего про нее, к сожалению, не знали. Просто обидно. Ну, когда знаешь человека любого, всегда жалко очень. Я вам ответила? Я вам ответила на ваш вопрос, да, дорогая? Все. Так, вы похожи на бабку сзади на холодильнике. Да, там бабка шикарная. Она мне очень нравится. Вы знаете, если вы хотите меня обидеть, вы меня нисколько не обидели. Мне нравится эта бабка, я ее обожаю. Кроме того, она поет частушки и говорит всякие пословицы. Очень хорошее. Наташенька, а я больше... Да, да, правда. Я уже не могу. Привет из Финляндии. Я была в Финляндии, кстати. Из Финляндии, ведь представляете, какие у меня воспоминания хорошие. Там в меня влюбился один человек, и он говорил, а, и не мог никак ко мне подойти. А я была, я работала уже в театре, по-моему. По-моему, в театре уже работала. Ну, я его не помню. Короче говоря, он подошел, хотел познакомиться, и никак не мог. И вот другой подходит его и знакомит со мной. А вот мне нравился вот другой, как раз который познакомил. И, значит, он говорит, познакомьтесь, пожалуйста, это мой сынок. Я говорю, ой, да, он говорит, вот стесняется, подойдет, и что? Ну, тут я говорю, вы знаете, он у вас такой забитый, я буду ему мамой. Ну, они рассмеялись, и таким образом я вроде бы двух зайцев убила. Понимаете, так получилось. Так, дальше читаем. Привет. Да, главное, чтобы рядом были все близкие, родные, и здоровья всем. И вам всем здоровья желаю, всем здоровья врагам и недругам, и родным моим людям, которые вот здесь сейчас сидят, замечательные люди все, все подписчики, замечательные. Вкусными рецептами на Новый год. Да, у всех одни рецепты, мои дорогие. Вот у всех одни. Ну, я бы рада. Ну, у всех одни. Машуни купил запеченную картошку, это чтобы... Здравствуйте. Тарко Сале, большой. И они, значит, такой, ну, здравствуйте. Да, Наташенька, я не могу, а люди вот прям... Хорошо, очень хорошо. И Кристина в эфире. Тоже в эфире. Ну, она часто выходит в эфир, я-то редко. А Кристина, по-моему, часто выходит. А что случилось? А у какого? Я не знаю, что случилось. Буду узнавать сейчас, буду звонить. Хаш. Вы знаете, хаш – это горячий как бы холодец, вот варят, говорят, вот хаш. И знаете, что я слышала? Если кто-то человек, вот этой женщины, которая вот пьет или что-то, вот говорят, когда человек напился или плохо с утра, похмелье, вот надо этого хаша горячего, на жирном бульончике таком. Вот поесть его и будет, говорит, очень хорошо. Не была и не пойду. Я не могу это видеть. Так, холодный, благородный. Цвет прекрасный. Мне очень нравится сейчас. Ой, ну спасибо, Наташенька. Вот знаете что? Может быть, я бы и хотела в тёмной перекрасить, я бы моложе была. Но у меня седая голова. И если я так вот не видно её, видите, вот вроде я блондинка и всё. А на самом деле я совершенно седая. Седая уже. Я же старая очень, ребятки. Ну вот поэтому. А вы вообще готовите? Думаю, готовлю. Конечно, готовлю. Вот я, Маша, сегодня рыбку жарила. Позавчера или позавчера сварила борщ. И там вот мясо всё осталось, а борща нет уже. Потому что он у меня как бы выкипел, наверное, весь. Как из дорогого салона. Скажите, что за фиолетовый шампунь. Покажите сейчас. Подождите. Ну, я вам покажу. Ну, ждите тогда сейчас. Смотрите, мои дорогие. Вот этот шампунь роскошный просто. Вот роскошный шампунь. Он прям фиолетовый. Причём его берёшь капельку-капельку. Это в каком-то салоне мы были с Машей. Ну вот смотрите. И потом сфотографируйте себе. Прямо сейчас. Потому что я потом уже, не знаю, сохраню, не сохраню. А может, сохраню, если смогу. Не факт. А вот это вообще шикарно. Это я мою любым шампунем. И мне прям так жалко, когда он закончится. А он уже, вот видите, вот уже заканчивается. Видите, у меня вот это пусто уже. Но фиолетовый ещё есть. Я его, честно говоря, прячу от Маши в шкафчик. И потом беру тихонько так раз. Проснулся я тихонько. Ну она вот может дойти. Ну всё, я вам показала. Да, Наташенька, да. Жемчужный даёт желтизну. А-а-а! Тонирующий шампунь. Вы красотка, спасибо. Вы болеете? Нет. А почему вы решили? Кашляла? Ну и что? И бывает у меня запершила просто. Ну, может быть, и болею. И просто не знаю. Нет, Оксан, не надо с Наташей ссориться. Наташа, это моя давняя и Машина подписчица, она мне никогда и слова плохого не сказала. Мало того, она приходила на наши концерты, когда Машенька играла. Дарила прекрасные цветы нам, потому что Натали, Mail76, Натали, мы её любим. И прошу вас про неё ни слова не говорить. И про вас я не хочу ничего говорить, я хотя вас и не знаю, но всё равно. Как избавиться от тревоги беспричинной? Спасибо заранее. Вы знаете, у меня тоже бывает тревога. И я стараюсь отвлечься, стараюсь смотреть, вот когда мысли бывают навязчивые, ты думаешь, ну за что, ну что, почему? Я начинаю смотреть, недавно смотрела фильмы «Весна на Заречной улице», «Солдат Иван Бровкин», «Бровкин на Целлине». Смотрите, девчата, смотрите хорошие фильмы и отвлекайтесь. Ничего лучше этого не поможет. Причём, вы знаете, если у вас тревоги без причин, я очень люблю детективы. Но вот сейчас я их перестала. Я хочу смотреть радостные, которые, всё, я ответила на наш вопрос, считаю полностью. Смотрите радостные, анекдоты читайте. Смотрите в Инстаграме только вот это, отмечайте анекдоты, и всё будет хорошо. Поверьте, моя дорогая. У Машули есть, да, фиолетовый шампунь? Да, Наташенька. А сын, если пьёт, ну вот, я вам сказала уже. Значит, если ваш сын пьёт, вы, с его согласия, конечно, надо пойти. Ну, промыть кровь, ну, систему сделать, если есть деньги особенно, сделать систему. Поговорите с сыном. Ну, это очень, это очень тяжёлый случай, да. Добрый день вам из Луганска. Капельницу, да, я тоже говорю, капельницу. Да. А, это Оксана, это Оксана всё время теребит. Ну, вот, понимаете, вот ей почему-то очень интересно, но я не знаю. Оксан, не будем теребить, не будем душу уже трогать. Она уже похоронена, не будем трогать её душу. Это я вам ответила. Или удаляйтесь из эфира, или я вас удалю. Я больше не хочу эту тему трогать. Всё. Так, спасибо за совет. Так, привет с Чёрного моря. Ой, как я люблю Чёрное море. Добрый вечер, дорогая наша. Это мне пишет Оля. Олечка вам от Олечки. Привет. Купила уже, да? Спасибо, дорогие мои. Надо же люди какие-то. Да, люди бывают, знаете, бестактные. Я вам честно скажу. Ну вот, мы сидим хорошо, разговариваем. Уже как бы, ну, нечего трогать того, чего уже нет. Не надо уже. Всё. Что-то я вам хотела ещё сказать. Маша, говорит, картошку пила. Что-то Маша не вышла ко мне, да? С Чёрного моря опять привет. Вы красивая, хорошая жизнь. Спасибо, спасибо. Вас так... Вы знаете, мы на самом деле, я вообще человек добрый. У меня мама добрейшей души человек была. Она всегда всех принимала дома. Она всегда... Мы с мужем к нам ученики приходили. Мы всегда всех встречали. А ученики бывали иногородние. И мы всегда всех кормили. И я всегда всем давала. Вот что я приготовлю дома? Я готовила, естественно. Всегда всех накормим, напоим, чаем. Всем. Они... Моего мужа, бывшего, ну как мужа, они до сих пор все очень любят его, пишут ему, поздравляют его с праздниками, обращаются за советом. И он говорил, когда они приходили, что самое главное? Он говорил, самое главное, девочки, для вас, выйти удачно замуж. Вот это самое главное для девочки, выйти удачно замуж. А потом, знаете, ну, знакомых хороших заводить. Конечно, никогда не узнаешь, кто хороший. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот кто-то мне написал, что заряжаете педагог. Ко мне когда-то подошел Степа Меншиков. А Маша его видела, ой, поздоровались. Он говорит, вы знаете, у вас такой позитив от вас идет. Мне тоже было приятно. Степа Меншиков подошел, мне сказал. Ну вот, ну вообще мне так говорят. Да, так. Привет с Владимира, с Астрахани, привет. Похоже на вас. Очень интересно. Ну, Маша, конечно, в тысячу раз лучше, чем я. И вы знаете, у меня такое чувство. И вот вы имейте в виду, женщины, девочки, дорогие мои, если у вас как бы внутренний мир, хороший, теплый, добрый, вы так же будете выглядеть. Вот в 70 лет, в 80 лет. Потому что вот у нас соседка есть, она живет. Вы знаете, она прелестная просто. Ей 80 лет. И вот видно, что хороший человек. Вот хороший человек. Я не буду говорить, кто, что, ну зачем. И вот Маша не похожа, потому что, во-первых, она сейчас блондинка, ну как бы светленькая, а я была темненькая, даже как бы, ну темно-русая такая. Вы знаете, у меня есть одна фотография, мне когда-то свояк мой сфотографировал, как она мне нравится. Вы знаете, если я найду ее у себя. Сейчас, секундочку, секунду, можно подождите секундочку? Сейчас я... Вон, не надо, не надо, не надо лавить. Не надо. Машинка, ты... Машу, а я к прямому переходить, да? Все тогда? Ты не сходишь его? Машу. Все. Ну, я выхожу тогда, я не буду Машинку говорить. Вы знаете, Машинка пришла, моя доченька, вот кто-то... Да, это эфир. Да, это эфир. А, мой или свой? Свой. Машинка сейчас свой пойдет. Да, я покажу покупки. А, покажет покупки, что она купила Маша свой эфир. И вот поэтому все, дорогие мои, а, я вам хотела сказать, что... Машинка, дверь закрой. Что я, какая была, я найду у себя фотографию. Ой, вы знаете, мне теперь... Я так себя не любила всегда, а теперь, мне кажется, я такая хорошая была девочка, такая симпатичная. А, в ТикТок подписались ко мне. А вы к Машеньке в ТикТок. Мы сегодня в эфир бесплатно с победительницей битвы экстрасенсов. Кто, Мань? Не помнишь? Сейчас. И вот я вам покажу, короче, себя. Вы знаете, мы все не любим... Калтун. Калтун что-то такое. Так, Оксан, если вы будете ссориться с моими подписчиками, ну, правда, вы знаете, я не хочу, я такой человек, не хочу скрывать ни от кого прямые эфиры, блокировать. Ну, золотко. Вот поверьте, если вы будете с моими подписчиками, я не смогу. Значит так. Она подписалась с 2000. Да? Вот хорошо. Сейчас Машенька выйдет в прямой эфир. Если хотите, даже, ну, я вас... Маша, извини, Маша, я показывала и говорила, что я тебя прячу. Ну, иди, у меня покажись в моем эфире, мне приятно будет. Что ты в моем эфире покажешься? Я в твоем показываюсь? Показывайся и здоровайся. Моя звездочка. Я сделала. Маша, Маша. Я купила сейчас все и хочу показать, что. А что, Машенька? Селедочку. Где же ты? А там, Маня, селедочка. А я снас... Ну, сколько у тебя комментариев? Маша, ты зачем пролистила? Ну, что в 900 было? Вы знаете, что? Вот смотрите. Вот сейчас, вот, извините. Огромный привет Севастополе. Ой, Севастополь, мой любимый город. Любимый. Вот сейчас Маша взяла, пришла, я пыталась на каждый комментарий ответить, а она быстро пролистнула. Оказывается, у меня вот такой был список. Ну, вот что я с ней сделаю? Ну, ничего. Сейчас я назад возвращаюсь, на всякий случай. Так, это Севастополь очень хорошее. Вот тут Елена мне поставила всего. Здравствуйте, Ольга, Машенька, Тамара, Ливан, челку. Мама... Не надо челку менять, Ливану. Вот если вы мне... Сейчас, нет, я... Это очень важный вопрос. Вы знаете, вы себе представить не можете, вот с самого детства, сколько я себя помню с детства, я носила такую челку. И если меня попросят убрать... Вы знаете, я ходила, когда маленькая была, и вот так ее быстро, вот быстро, вот так делала. И она у меня, поэтому, была всегда грязная. Я каждый день мыла челку. Я подойду под кран и помою. Ну, вот мне так нравится, понимаете? И Ливану так нравится. Ну, пускай, как ему нравится, так он и будет с этой челкой. Ну, что вы ему говорите, лапочки? Так, так, Машуля, красотуля пришла. Если вы в своем эфире, Маша в своем. Нет, Маша, сейчас я не буду, я даже ей селедочку буду чистить. А, Ливан Тодо, мне тут сердечки прислал. Вот почему разговор про тебя зашел, золотко. Я селедку сама солю. Я не солю, я покупаю. Олечка, очень мудрая, спасибо. Лолочка, вот эта берелочка тоже наша. Я ее знаю, поэтому, по-моему, Светлана, Светланочка, по-моему. Привет из Беларуси. Здравствуйте, здоровья вам и Маши. Селедка идет, буду. Маша селедку в студию, все говорят. С Новороссийска, привет, красавица, потому что душа добрая. У нас 43 градуса где-то. Мама, у меня 2000 подписалось только что. Как приятно, поздравляю. Значит так, мы вас любим. Я выхожу из эфира. Кто захочет посмотреть и увидеть себя в эфире, на что я ему отвечаю. Я вас всех люблю. Всех субботы хорошей. И до воскресенья. Машенька, давай завершить.